Одна из главных точек депутатской проверки – районная больница. Важнейший соцобъект, впрочем, не только для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот вход со стороны поликлиники. Это Светлоградская больница. Как мы видим, пандус здесь есть. По нему подняться достаточно легко. Но если всё-таки возникают вопросы, специально для маломобильных людей здесь есть кнопка вызова. Давайте проверим, работает ли она. Ждём. Не прошло и минуты, как к нам вышел специалист. Я выхожу, спрашиваете, что вывожу колясочку. И сопровождаем больного, какому нужно доктора. А вот и та самая дежурная коляска. Правда, в лифт она заходит впритык. Но это всё же лучше, чем ничего. Ещё в больнице есть пандус в переходе между отделениями, кнопка вызова дежурного на входе в приёмное отделение, навигация по территории тех средств для особенных пациентов. А вот санузлы для инвалидов оказались не приспособлены. На что и указали депутаты. Нашли комитетчики и другие недочёты, которые в больнице пообещали исправить. Из-за своих средств стараться делать всё это. Тут, мне кажется, не такие уже большие замечания были. Так что постараемся. Андрею Павловичу, нашему главному врачу, всё доложим. И будем работать в этом направлении. Следующий, не менее важный для людей с ограниченными возможностями объект – Светлоградский ФОК. Здесь реабилитацию проходит порядка 50 человек. Для них открыт тренажёрный зал, работают секции настольного тенниса и дартса. Для инвалидов, у которых есть проблемы с мышечной слабостью, это для них очень-очень важно, потому что все мышцы задействованы, когда он бросает, это является, может быть, лучшим, чем таблетки. Построили комплекс в 2009 году с учётом современных требований, поэтому проблем с доступом в него ни у кого не возникает. Более того, маломобильных клиентов даже привозят в Центр соцобслуживания населения. Его, к слову, можно смело назвать образцовым. Здесь для инвалидов созданы все условия. Павел Трофимов работает здесь программистом уже 4 года. Говорит, благодаря программе «Доступная среда» он может жить полноценной жизнью. Я работал дома. Плюсы, вернее, минусы работы дома в том, что нет живого общения. То есть виртуальное общение, оно присутствует, оно имеется. А живого общения дома, конечно, нет. Всё хорошо и у местного детского садика. Неплохо ОДК. А вот управление труда и соцзащиты населения повергает в шок. Квест начинается на входе. Пандуса нет, ступеньки выше щиколотки. Само управление на третьем этаже. Сюда и молодой, здоровый человек поднимается с трудом. Что говорить о пожилых и инвалидах. Это здание управлению выделили 20 лет назад. С тех пор ни ремонта, ни тем более переоснащения никто не проводил. Люди-то работают здесь, и работают хорошо. И в субботу, смотрите, они говорят, и в субботу принимают. И каждый день принимают, и в субботу принимают. То есть люди работают от души, и надо создать им просто условия. Им и инвалидам. Уже в окружной администрации на совещании пути решения проблемы озвучили. По словам главы городского округа Александра Захарченко, сейчас идёт речь о покупке нового здания. Между тем, программа по созданию доступной среды в крае работает уже 4 года. За это время на неё было выделено больше 200 миллионов рублей. На Ставрополье 8% жителей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на сегодняшний день доступны 70% соцобъектов. Программа будет продолжаться, и фронт работ, как прозвучало, понятен. Кира Рогожина, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение, Петровский, Градский округ.